12 дней, не было роликов на моем канале, отчаянно пытаюсь все еще найти спонсоров, ничего не получается, ну ладно, очередной ролик без рекламы, от вас я по традиции попрошу лайкусик под моим роликом, первые 100 комментариев с удовольствием отлайкаю и попрошу подписаться на мой телеграм-канал, там весь эксклюзивный контент. Также напоминаю про свой личный сайт по продаже монет PandaCoin, ссылочка будет в описании. Ну что, друзья, всем здарова, с вами я, PandosFX, и сегодня настало время, наверное, самой желанной лиги тотсиков, это Лига 1. Тут кто-то задаст резонный вопрос, Лига 1? Камон, да уже серия А прошла, сейчас ультимейты, да, немножко может с актуальностью проебался, но дроп так или иначе достойный. В первую очередь, это, конечно, Лео Месси, Мбаппе, Наймарчик, троица, которая светится у нас на экране. Понятное дело, один персонаж мне нахер не всрался, это Мбаппе, у меня есть Тотти-версия, они отличаются всего лишь там на 3 пунктика, то есть там дриблинг плюс 1, удар плюс... Ну, короче, полная херня, поэтому, если мне упадет Мбаппе, я буду нихера не рад. Я думаю, что есть люди, которые помнят, как я его ловил, информ-карточку, и, конечно же, я расстроился. Поэтому, что угодно из топов, только не Мбаппе, пожалуйста, не приходи. Ну и Маркинюш, я думаю, мне нахер не всрался, потому что у меня также есть его Тотти-версия. Как обычно, Викенд Лига отыграна то ли на 14, то ли на 15 побед, естественно, я сам играл, поэтому сегодня будет приятно залутать какие-нибудь классные награды. Тотти-сики открываются, и давайте, собственно, с вами смотреть, кого мы будем сейчас ловить. Ну, естественно, я кумирчика тоже открою, 93+, все по классике, поэтому смотрите до конца и наслаждайтесь этим уникальнейшим контентом. Так, первая карточка, физуха, ну, первая карточка, это, естественно, для фон, тут даже никакой интриги не получилось. Вторая карта, 88 физуха, 87 защита, 91 дриблинг, 80... Ну, это какой-нибудь краек по типу Мендеша, может быть, нет, это Санта-Клаус 90, окей. Третья карточка, 87 физуха, 92 защита, 90 дриблинг, тоже краек, и вот теперь это Нуна Мендеш. Но, забегая вперед, скажу, что ЛЗшники мне нахер не нужны, потому что сегодня произойдет знаменательный момент. Да, первый пик, конечно, не блистает чем-то охуительным, но, может быть, сейчас, может быть, во второй пачке мне повезет чуть больше. С Ла Лигой мне повезло, объективно скажем, Педри у меня в основе играет, бегает, вообще все прекрасно, поэтому было бы прикольно и здесь поймать кого-нибудь в основу. Так, физуха, 85, ну, это Терьер, наверное, блядь, как мне этот Терьер заебался этой мордой недовольной. Так, окей, говнецо, 92 физуха, 86 защита, 96 дриблинг, так, это что-то прикольное может быть. Бля, не пакета ли это случаем? 94 удар, бля, если это пакета, это будет прям вообще пушка, друзья. Надеюсь, это он, бля, я очень хочу пакету. Давай, пакетик, что по звездам? Финты 5, и это, друзья, это пакета, блядь, мне вторую Викенд Лигу подряд везет. Охуительно, мне как раз нужен был чел в центр поля, бразилец, это просто охуенно, сколько он стоит? Лям 400. Друзья, я вторую команду подряд ловлю охуительного игрока в центр поля. Это, наверное, тот перс, которого я возьму, если, конечно, сейчас в следующем пике Наймара не будет. Так, 74 физподготовка, 38. Это что, блядь, нахуй? Да ну нахуй, это Наймар или Мбаппе? Ебать! Ебать, это Лео Месси! Чего нахуй? Четвертого можно нахуй не смотреть. Леонид Мессевич! Ебать! А что брать-то? Я так в пакете был рад. Ебать, друзья, Леонид Мессевич зашел на огонек. Сразу два топовых игрока, лям 800. Ну, я хуй знает. У меня проблема, у меня очень большая проблема, потому что на правый фланг у меня уже есть Родриго, блядь. У меня есть Родриго на правый фланг, и тут Лео Месси вылетает. Ебанись! Ну, естественно, Наймару я был бы больше рад. Я почему-то был уже уверен, что это точно Наймар, а это Лео Месси. Короче, мне нужно какое-то время посидеть, подумать, потому что это реально сложный выбор. Как бы сильно я не хотел пакету, ну, типа, действительно, я бы пакеты взял. Блядь, я с одной стороны даже расстроен, что мне Месси... Блядь! Какой сюр, я расстроен, что мне Месси выпал. Ну, типа, я вообще не ожидал, что у меня вот такой вот прям жесткий выбор будет, блядь. Был бы Наймар, я бы вот не задумываюсь, понятное дело. Пиздец, красный Месси мне упал. Охуеть! Ну, бля, у меня там уже есть Родриго, я не знаю. Если смотреть на статы, тут, конечно, не все так очевидно. Не все так очевидно, друзья, но... Наверное, все-таки буду стараться заигрывать Леонида Мессиевича. А Родриго можно будет вот так вот пихнуть, в принципе, на семерочке-восьмерочке. Я думаю, нормально себя будет чувствовать. Да, друзья, так, Десс, твое время ушло. Всего доброго. Ну и, собственно, последний штрих, это сыграть последний матч в сраном Squad Battles. Ну и, собственно, забираю того, кого изначально хотел забрать в этих самых обменах. Роберто Карлос в моменте. Моя любимая карточка, я не мог ее не забрать. Давайте глянем на этот красивейший уолкаут. Да. О, кстати, форма прям подходящая для Роберто Карлоса, Реал Мадрид. Вот так вот, друзья, внезапный щелчок, и на этом видос обрывается, и мы переходим к кумиру 93+. И вы знаете, что я хочу сказать? Это я поиграл за Леонида Мессиевича, и просто в восторге от этой карты. В принципе, все за то, что я любил в его дефолтной карточке, приумножено на X10. Все его шикарные файносы, все его шикарные лонгшоты, в принципе, на месте. Вот такой-то голечник, он меня забивает, вы чекайте, просто чекайте, что за гол, просто ебанись. Так что, говоря о том, что не пожалел ли я, что взял именно Месси, конечно же нет. Вот еще один гол красавец, чекайте, бля, лонгшоты, просто сказка. Тем более, что пакетик мне упал в одном из улучшений Лиги 1. Охуеть, охуеть, вот это хэппи-энд, блядь. Рука с пакета, братан, как хорошо, что ты зашел на огонек. Ну что, я счастлив, что? Так, а мы, собственно, идем собирать кумирчика, пока что одну сборочку сделал. Так, первая сборочка, как говорится, Пол Сколлс, спасибо за службу, 49 матчей. На самом деле, фановая карточка, ничего плохого про нее сказать не могу, но играть дальше ей как бы не особо хочется, поэтому давай, братан, счастливо. Так, Ревалда, надеюсь, ты ко мне не вернешься. Так, ну и финальная сборочка, Фафана, легенда моего клуба, 432 матча за меня отыграл, Пакета, 282 матча, ну и Горинча. Горинча, в принципе, прикольная карточка, но я и не играю, поэтому, сори, бро. В очередной раз напоминаю, как выглядит моя моментовая история. Один с карточкой, один с говнорей. Ну, понятное дело, Кантана, ДСА и Соу-Соу, но на данном этапе, конечно, хотелось бы видеть что-то прикольное. Например, вот, Р9. Обновил бы я его на моментовую. Так, в очередной раз напоминаем, кого, блядь, я хочу видеть. Сколько уже можно вам намекать Е-спортс? Вот он, вот он, блядь, дайте мне, пожалуйста, Гулита. Как обычно, я начинаю с самых дорогих и начнем с зубастика. Сука, когда же я тебя увижу, братан? Пеле! Сука. Йохан Кройф. Роналдиньо. Начинает уже болеть сердечки, друзья. Начинает уже болеть. Руд Гулит, нет. Эусебио, нет. Зиданчик, нет. Ну, это, блядь, очередная стена, что ли, получается. Ну, это уже не топ-10, я уже расстроен, блядь. Ну, типа, ну, типа, блядь, сами понимаете, да? Ну, Матеус. Нет, ну и все, что будет дальше идти, если честно, меня не очень привлекает. Ну, ладно, похуй, давайте я уже пройдусь до конца. Я снова в тильте, друзья. Я снова в блядском тильте. Ладно, похуй, давайте по позициям. Поехали, вратарь. Блядь. О, бог ты мой. Эх, я не знаю, меня, очевидно, кто-то проклял. Ну, я, блядь, ху его знает, сколько мне нужно открыть этих блядских, блядь, кумиров в ебаных моментах. Ну, ебучий случай, ну, это все. Это, блядь, я не знаю, это проклятие на всю ебаную жизнь, видимо. Ну, это пиздец какой-то. Ну, какой нахуй шмейхель? Ну, какой нахуй, блядь, шмейхель? Алло, блядь. Ну, типа, блядь, я ху его знает. Че мне с ним делать, блядь? Че мне с ним делать? 200 тысяч, ебать, вот это, блядь, вин. Ну, это просто разъеб. 12 кумиров держу в курсе, блядь. 2 голкипера, миллион центральных защитников и куча говнорей. Ну, это просто, блядь, расстройство, пиздец.